Добрый день, друзья! В этой главе «Возмездие за блуд», то есть что следует после того, как ты вошел в духовный блуд, но также показывает перспективу будущего. Интересно, что Господь Иисус открывает через вождь, потому что через Дух Христа были все просиданы, все беззаконны современной церкви, поэтому нам нужно очень внимательно смотреть и не думать, что Господь пишет израильскому народу тогда, но пишет духовному народу сегодня. Итак, может быть, немного повторим с прошлого раза. Духовные блуды при любодеянии – это первый грех по отношению к Богу, который со временем приводит в собрание или верующего к полному отклонению от всех путей Божьих. Сегодняшние любовники им церкви, как называют их и как пишут, как переводится, это любой источник духовного учения, а также формы и методы служения. Я не сказал сейчас что-то от себя или от себя, а сказал все. Почему? Да потому что не остались собрания, которые бы придерживались, или служители, которые бы придерживались всей истине Божьей, оставленной в законе Божьем или в законе Моисеева. Даже самые очевидные установления закона никто не выполняет. И здесь я имею в виду шаббат и те праздники или периоды праздников, установленные Богом, которые являются вечными. В результате учений, доктрин, теологий, христианские церкви переполнены сегодня терновником и сорняком и поставили перед собой стены, как преграды. И Господь через это преградил путь и собрание церкви. Сегодня больше не могут идти вперед. Почему так Бог поступил? Да очень просто. Чтобы церковь могла прийти к осознанию наконец-то, и чтобы начала взывать к Богу и вернулась к первому мужу, то есть ко Христу, но только уже из священного Писания, а не представляемого, который мы представили его сегодня через учение. Итак, Господь продолжает и говорит через осию в восьмом стихе. И не знала она, если вы как-то не были связаны в прошлый раз или не услышали в прошлый раз, прочитайте эту главу с первого стиха, мы продолжаем с восьмого. А не знала она, что я, говорит Господь, давал ей хлеб и вино, или умножил у нее серебро и золото, которого посвятили служению Ваалу. Чуть-чуть перефразировано или чуть-чуть переведено по-другому, потому что из септуагента чуть-чуть смысл меняется. Не во всех случаях, но здесь немного по-другому звучит. Чего не узнала церковь в предыдущих поколениях? Глагол знать, который в этом стихе, имеет очень широкое и глубокое значение. Это слово используется, чтобы описать интимные отношения между мужем и женой. Это также описывает отношения, отношения двух людей, которые понимают друг друга без слов. Этим выражением Господь Иисус говорит, что церковь в течение многих поколений не узнала его и не поняла, то есть не открыла его, так же, как апостол Павел говорит про себя, что он хочет открыть его. Господь также говорит, что не знала она, что я давал ей пшеницу, зерно, переведено как хлеб, но на самом деле слово стоит как зерно или пшеница, именно ссылаясь или имея в виду пшеницу. Другими словами, Бог говорит, что церковь так и не поняла, что духовное слово может исходить исключительно только от Бога. И церковь не поняла смысла духовного слова Бога по этой причине и бежала к любовникам, чтобы те, в свою очередь, кормили ее духовным хлебом, но уже на понятном ей языке. Понятно, что это не было чистое слово. Церковь давно продолжает, что Господь говорит в этом стихе, «Церковь давно уже не имеет духовную радость, как вследствие духовных истин или открытие духовных истин. Также церковь не смогла различить духов, о которых и апостолы еще и говорят, и смешала, перепутала Духа Божьего с другими ложными духами, которые вошли в церковь». Во времена апостолов и учеников было все по-другому, но со временем учение апостолов было смешано с кровью или со смертью и начало приносить только смерть в собраниях, а не жизнь. Господь также говорит, что церковь посвятила Ваалу свое серебро и золото, многое, которое Господь давал церкви. Понимаете, что ни о золоте, ни о серебре, потому что Господь запретил, на самом деле, в своем законе, чтобы мы умножили себе серебро и золото, но Ваал в переводе означает Господь или Господин. Серебро является символом учения по местной церкви, которое было создано или основано на чистом Слове Божьем. Золото, в свою очередь, более дорогой материал, является символом несмешанного чистого Слова Бога, который также олицетворяет воплощенное Слава Божья на земле. Другими словами, золото является символом Слова Божьего, но которая не прошла через толкование человека. Вот так, как Господь выразил или сказал. Также Господь Иисус говорит, что учения в церквах служат другому Господину, а не Ему, даже если они основаны на Слове, вроде бы на Слове Божьем. Все же Бог, как Он говорит далее, не даст, чтобы вечно попираемо было Его имя и Его слава. Таким образом, Господь говорит в 9 стихе, «Я возьму назад хлеб Мой, и в его время и вино Мое в его пору, и возьму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота, которую я дал ей, чтобы покрыть наготу свою». Это не в негативном, это в очень хорошем смысле Господь здесь говорит. Я надеюсь, что большинство из вас уже понимаете, что речь Господь не ведет уже, видели ли в этих главах, особенно в пророческих книгах, не ведет о пшенице, вине, лее, шерсти или нет. Это все духовные символы. Бог все это дал и плохим, и добрым. Все имеют участь в этом. Но наступает время, когда Господь говорит, или наступит время, наступает время, когда Бог примет обратно пшеницу, или хлеб, пшеницу у народа своего. Понимаете, это символы, которые были приносимы в жертву Господу. Это означает, что приходит время, что народ Его будет снова проповедовать Слово Божие, но на этот раз уже будет приятная жертва Богу, благодаря тому, что оно будет проповедовано чисто и без примесей. Господь говорит, что Он примет молодое вино в свое время, о себе, по причине того, что служители будут открывать истину Слова Божьего и будут проповедовать его чисто. Верующие будут иметь радость духовную, всегда свежую. И это будет, как следствие этого, верующие будут приносить Богу жертву хвалы и благодарности, потому что, естественно, от чистого Слова Божьего, которое открыто перед человеком, радость переполняет верующего и благодарность за то, что Господь дал такую возможность. Иисус также говорит, что Он снова примет у народа шерсть и лен, которую Он дал, чтобы прикрыть наготу свою. Повторим, и в прошлый раз я много говорил, да и не только, что шерсть и лен – это духовные символы, которые, или с помощью которого Господь показывает две части Его Слова, как работает в жизни верующего. Так, шерсть – это часть Слова, которая корректирует, исправляет, наставляет, режет, чтобы Божий человек был приготовлен ко всякому доброму делу. Другими словами, в будущем верующие примут обличение Господне через Слово, и это будет как приятная жертва перед Богом. Лен – это часть Божьего Слова, которое одевает верующего в Божью праведность. Другими словами, одевает верующего во Христа, потому что только так можно более-менее понять праведность Божия. В результате Бог прославляется через этих верующих, которые, как следствие этой части Слова, одеваются в праведность Божию, имеют праведный характер и совершают праведные дела в мире. Нам всем нужна эта одежда, как шерстяная, так и ильняная, чтобы не оказались нагими перед Богом, то есть не оказались раздетыми от Христа, как Павел пишет в Коринской церкви, но также, как Господь Иисус пишет в церквах в Откровении. Недостаточно, чтобы человек или верующий был одет только в шерсть, то есть чтобы он только ходил с сожалениями и покаяниях и раскаяниях из-за своего греховного образа жизни и беззаконного образа жизни. Он должен облачиться или должен одеться в льняную одежду, то есть в праведность Христа, и должен жить эту праведность ежедневно, не только одеть и забыть про нее, но одеть и жить этой одеждой. Ныне же, то есть, но сейчас, этого еще нету, это будет, но сейчас, ныне же, открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторнет или не вытащит ее из руки моей, говорит Господь. Интересно, Зачем милостивый Бог пострамить церковь перед всем миром? Есть две основные причины. Почему? Первая, да потому что церковь не признала, что Нагая, подобно тому, или подобно образу ладийский церкви в Откровении, и по причине того, что она не признала, то есть она не осознала и не поняла, что Нагая, что голая, то есть она не успела облечься во Христа. И вторая причина, по причине того, что Бог по своей милости все-таки будет делать все возможным, чтобы церковь наконец-то пришла к осознанию, признанию, и чтобы она вернулась наконец-то, или народ Божий. Снова, здесь много деталей есть, но это в других, в другое время уже объясняли немного, да, и написано в других пророках. Никто и ничто на сегодняшний день не сможет остановить этот процесс, который уже запущен, и которого мы ждем уже, чтобы он пришел к завершению. Если он не завершился, ну, нам нужно увидеть уже завершение, то есть финальную завершение. Этот процесс продлится сравнительно недолго, но после этого процесса, после этого суда, мир и народы, которые на сегодняшний день смотрят с презрением, и немного издеваются над народом Божиим, или над собраниями Христа, во всем мире, они будут посрамлены в конечном итоге, и это будет вечное посрамление. Что еще имеет место на сегодняшний день? А, к сожалению, имеет место в церквах сегодня. Господь говорит, и прекращу у нее всякое веселье, радость на самом деле, праздники ее, и новомесячи ее, и шаббаты ее, и все торжества ее. Итак, Господь по причине, которые и раньше были описаны, Господь прекратил духовную радость из-за отсутствия истины и Святого Духа. Только наличие этих двух компонентов, если можно так сказать, компонентов, радость духовная, возможно в собрании и в жизни верующих. Может быть, плоская радость, конечно, и присутствует, но только не духовная. Бог также прекратил праздники, ну, в веселье написано праздники. Это очевидно, но данная часть праздников, потому что здесь два разных слова стоят на иврите, относятся к тем праздников по местной церкви, так сказать. То есть праздник, как мы говорили раньше, праздник крещения. Он прекратил, естественно, почему? Потому что духовной радости там нет. Также третий, Господь говорит, что Он прекратил новомесячие. К сожалению, по сегодняшний день, сколько бы не искал и не хотел узнать, я так и не понял, что означает новомесячные, вот эти праздники, но нового месяца в духовном смысле. Я не понял это и пока еще не открыл, Господь еще не открыл, чтобы я понял. Четвертое. Бог также прекратил Шаббат. Господень Шаббат – это седьмой день недели по лунному календарю. Сегодня даже в Израиле не придерживается этого дня. Также Господень Шаббат предполагает также культуру, исходящую из заповедей и повелений Господней, то есть из тех установлений, которые создают данную культуру, будет ли в человеке, будет ли в обществе. Данная часть Шаббата уже давно нет в собрании. Господь также говорит, и все праздничные периоды. На иврите есть одно слово, очень крайне важное слово, которое звучит «моэд», но это относится к периодам праздников. Итак, Господь установил три ежегодных праздничных периода. Все они вечны, поверх Шаббата, все они вечны и пророческие. Он повелел, чтобы во времена этих праздников, великие праздники, присутствовалась культура радости и веселья, культура благодарности в его честь. Этой радости и этих установленных праздников, как периоды, также очень давно уже не имеют места в собраниях. Радость, которая сохраняется на собраниях на сегодняшний день, эмоционально, плоская и в основном является религиозной, но не духовной. Данная часть пророчества, если вы понимаете, то давно уже исполнилось и мы давно ее жили, то есть в исполнении этого пророчества. Также Господь говорит, я пустошу виноградник ее и смоковницу ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. Я превращу их в лес и полевые звери поедят их. Понимаете, что виноградник не превращается в дикий лес и Господь не говорит в прямом смысле, потому что дикие звери не едят диких деревьев. Итак, духовный смысл. Виноградник – это символ собраний, где должно быть или где есть присутствия Божия. Смоковница – это символ старейшин, это все в слове написано, то есть не надо искать энциклопедии каких-то или дикционаров каких-то, которые объясняют эти слова. Это все написано в слове Божьем. Смоковница – это символ старейшин, служителей и глав народа Божьего, которые управляют по Божьей праведности и в Божьей праведности. Итак, как церкви, все мы раньше хвалились, и я в том числе, количества членов церкви, количества покаянных, количества крещенных. То есть у нас статистика была очень цена раньше, что мы показывали, что Господь таким образом работает. Но мы и понятия не имели, что данная статистика на самом деле показывала, что эти верующие были рождены от блуда, и эти были жертвы нечисты перед Богом, и Он не принимал эти жертвы. Господь также говорит, я опустошую виноградники. Это означает, что в собраниях больше не будет духовных людей, ведомых словом или истиной Божьим. Также в собраниях, это осмоковница, в собраниях больше не осталось служителей, которые руководствовались бы Божьей истиной и полным стандартом Божьего закона. Долгое время церковь путала истинное духовное состояние с религиозным состоянием, как у служителей, так же и у верующих. Господь также говорит, что собрания превратятся в дикий лес и дикие звери поедят их. Это означает, что сегодня церковь полна верующих, которые больше не приносят плодов Святого Духа и стали подобны диким деревьям. Более того, полевые звери – это образ людей, имеющих влияние в мире благодаря своим убеждениям и образу мышления. Эти люди, эти звезды сегодняшнего мира, повлияли на мышление верующих и служителей настолько, что не осталось более чистого мышления, которое бы соответствовало всему стандарту праведности Христа. По этой причине собрания превратились, естественно, в дикий лес. Если бы мы понимали бы раньше этот духовный язык, многие бы смогли, конечно, избежать многих этих отклонений и беззаконий. 13 стих. «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она ходила им или курила им и украсив себя серьгами и жрелями, ходила за любовниками своими, а меня забывало, говорит, Егова». Божье наказание всегда праведное, то есть всегда по норме или по стандартам закона его. «Когда собрание или верующий, так же, как апостол Павел объясняет в римской церкви, когда собрание или верующий больше не соблюдает все заповеди и постановления Божьи, данные в его законе, неосознанно начнем или начнет начнем служить воображаемому Господу, то есть сотворенному Господу. Только в Божьем законе Господь определил и дал все то, где мы можем узнать, как нам жить свою жизнь, как нам нужно верить, что нам нужно верить и как нам нужно служить Богу. Но только там, только там мы можем открыть Его волю. И так, косметика, так сказать, косметика, которую Господь упоминает здесь, является своего рода одеждой и украшением, о которых пишут и апостолы, которым Бог украсил свой народ. В больших деталях можете узнавать, изучая Эзекииля 16 глава и 23 глава. «Вся одежда и все описанные украшения являются духовным украшением как качество характера, поведения и поступков в соответствии со стандартом его закона». Итак, религиозные и псевдобиблейские учения скопировали те же украшения, только, естественно, они имеют уже плоское применение. Итак, в чем смысл этого наказания? Это означает, что в церквах у верующих больше нет этих духовных украшений, у них больше нет этих качеств характера, такого поведения в отношениях, естественно, друг с другом и тех поступков или дел, которые представляли бы культуру Царства Божьего. Таким образом, опустошую ее, сделаю ее такой, и 14, таким образом я увлеку ее, приведу ее в пустыню или сделаю ее пустыней и буду говорить к сердцу ее. И вот и намерение Господне. Когда собрание или верующий наконец-то становится, как пустыня, голый, то есть ему нечем предстать перед Богом, только тогда он сможет услышать слова Божии, как он говорит. Пока ты говоришь, что у тебя все есть, естественно, что ты не можешь услышать. Но слова Божьи приносят радость сердцу. Только тогда верующий сможет быть или будет благодарен за все суды Господни. Только тогда на самом деле верующий начнет услышать, ну, нужно сначала опустошить себя, нужно сделать себя как пустыня, голый, то есть сделать себя таким, что тебе нечем предстать перед Богом. И снова, и тогда только, когда ты станешь как пустыня, и снова. И здесь, конечно, образ всего народа. И снова дам ей виноградники ее, окей, снова всем духовному Израилю, о всем духовном Израиле. И долина Ахор станет преддверием надежды. И она будет петь там, как в одниюдности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Наконец, после ночи приходит и день. Наконец, после разрухи, после разрушения, после руин идет и созидание. Другими словами, идет регрессия, идет сначала спад, спад, пока все не умирает, и потом Господь начнет созидать. Бог сначала все разрушает. И Он намеренно, конечно, Он сказал это, и Он намеренно сделать так, чтобы все было разрушено, все потому, что было все построено вопреки Его законам. В конечном итоге было так построено. Поэтому нельзя на этом основании, на этом фунаменте строить заново. Но грядет времена, когда вся земля наполнится познанием Господнем, подобно тому, как дно моря покрывает воды ее. Слава Божия наполнит весь мир. Познание Господне покроет всю землю. В эпоху, в которую мы входим, или в которую мы вошли на самом деле, Бог во главе с Господом Иисусом будет строить свой народ в соответствии со стандартом своего закона. Народ Божий больше не будет в том позоре и стыде перед всем миром, как сегодня. Во веки веков такого больше не будет. Собрания будут расти и умножаться, как звезды на небе. Служители будут исполнять всю волю Божию и народы сами без того, чтобы их кто-то звал, будут искать Бога Израилева и побегут к нему, к его закону, для того, чтобы исполнить его. Итак, долина Ахор символ человечества, где все стало нечистым и проклятым. В долине Ахор, если вы помните, во времена Иисуса Навина, Акан и вся его земля были прокляты и убиты за то, что спрятали запретные вещи, то есть взяли запретные вещи и спрятали их. Бог покинул в то время тогдашнее собрание, пока они не удалят запретное из их среды. Таким образом, человечество сегодня или так выглядит этот образ человечества сегодня по причине того, что собрание Христа или церковь смешалось со всеми религиями мира. Мы взяли другими словами запретное и спрятали это у себя. В этом веке собрание Христа будет смотреть на человечество с большой надеждой по причине того, что плодов и благословения будут много, то есть человечество будет благословлено и народы придут и поклонятся Богу Израиля. 16 стих «И будет в тот день, говорит Иегова, ты будешь звать меня муж мой и не будешь более звать меня господин мой или Вали». Картина, понимаете, печальна, потому что Господь говорит в тот день, тогда, только тогда собрание Христа наконец-то узнает своего истинного мужа, так сказать, который является. А кто муж Израиля? Кто жених Церкви Христовой? Да. Иегова Элохим в образе Христа. Он, который был, есть и всегда таким будет. Господь говорит, вы больше не будете назвать меня Ваали или Баали, господин мой. И это немного непонятно, не так, разве Бог не является господином? Да, является только. Образ Ваала или Баала это образ злого господина или господина толерантного, который, в принципе, позволяет все. Этот образ не представляет Бога Израилева, даже если его называют господином во всех собраниях. То, как сегодня описывают Христа, не характеризует Бога Израилева, следовательно, это другой Христос и Ваал стоит во главе собраний. И удалю именно Ваалов от уст ее, и не будет более вспоминаемых имена их. Этой фразой Господь показывает, что в собраниях на самом деле много Ваалов. Естественно. Потому что этот Христос просто в различных образах. Все христианские конфессии, включая и мессианские даже, имеют описанный образ Христа, который отличается друг от друга, но который не является поистине Писанием. Поэтому в собраниях есть Господ, больше Господ. И заключу в то время для них завет с полевыми зверями и птицами небесными и с пресмыкающимися по земле и лук и меч и войну истреблет земли той и дам им жить в безопасности. В то время. Этот период или то время или тот день относится ко дню Господа и относится к периоду Божьего суда. И на самом деле здесь, что описывает Господь, это относится к периоду уже после суда полевые звери, хищные птицы и пресмыкающиеся. Это люди в мире сём, которые обкрадывают у верующих веру и истину. Что значит, что Бог заключит с ними завет? Сила Божия или сила, а, сила Божьей истины будет настолько велика, что они больше не смогут отрывать и грабить истину у верующих. Господь также говорит, что Он сломает лук, меч и любые орудия войны и не будет больше войны. Другими словами, Господь сокрушит горящие стрелы, горячие или горящие стрелы, которые убивают веру в верующих. Он сломает меч, который убивает истину в собраниях и Он сломает всякое орудие, которое сегодня действует или воюет против истины Божьей. И как Он сломает? Посредством истины Божьей, которая будет светить ярче солнце на небе. Никакая ложь больше не будет иметь никакой силы. Вот что еще Господь обещает. Я обручу Тебя мне навек, говорит Господь. Я обручу Тебя мне в праведности и законе, и благости, и милосердии. Я обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Яхву. Только таким образом Бог обещает свое присутствие в собраниях и с верующими. Праведность, закон, доброта, милосердие и верность. Эти качества делают человека по образу Христа. Этим будет характеризован Божий народ. Давайте по порядку. Праведность это стандарт состояния человека по всем заповедям и повелениям Господним. Этот стандарт имел Господь Иисус, и именно по этому стандарту, по этой культуре Он жил, и данная культура умножится во всем мире. Закон на иврите Мишпат стоит слово Мишпат там, и это о Божьих повелениях и о Божьих заповедях и установлении. Другими словами, это культура, которая будет установлена во всем мире. Великая доброта это преданность Богу и друг к другу, то есть отношение доброты и верности. Милосердие это характеристика Бога, которая проявилась через жертву Иисуса Христа, и она станет частью, данная характеристика станет частью или характеристикой человека в будущем. Верность эта характеристика показывает качество человека, который остается верным общим вещам, общим ценностям. Другими словами, народ Божий будет хранить верность Богу, соблюдая все его заповеди по велению и установлению, потому что только таким образом у нас будет что-то общее с Богом, и только таким образом мы можем становиться святыми, подобно, как он свят. 21-22 стих. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и еле, и си услышит Израиль. На самом деле на еврейке не стоит слово «я услышу», а стоит слово «я отвечу». Да, просто на самом деле чтобы переводить «я отвечу» небу или земле, оно как бы нелогично, но на самом деле стоит слово «я отвечу», и оно очень имеет духовный смысл. Почему так? Что это за идея? В грядущем веке Бог обещает, что будет отвечать духовному миру. Как? Он обещает, что он пошлет утреннюю росу и поздний и ранний дождь во время свое. Небо ответит земле. Земля относится к земному человеку, то есть к плоскому человеку. А другими словами, человек наконец-то станет духовным. Земля ответит хлебу, то есть земной человек будет принимать слово Божие и будет исполнять слово его. ответит вину и елею, то есть человек будет наполнен радостью как следствие истины и наполнен плодов Святого Духа и плодов праведности. И они ответят Израилю. Израиль на сегодняшний день это как беззаконный город или нынешнее состояние беззаконное и нечестивое состояние духовного Израиля, но он больше не будет таким просто. И последний стих. И посею ее для себя на земле и помилую непомилованную и скажу не моему народу ты мой народ, а он скажет ты мой Бог. Вот почему в первом стихе Бог уже сказал называйте Ами Ирухама, то есть мой народ и помилованное. Хотя чуть ранее он сказал, что не мой народ и не помилованное. Почему? Потому что далее он описывает регрессию, то есть описывает падение народа, что на самом деле уже не народ его и не помилованное. Но потом он описывает процесс, когда он на самом деле поднимется снова и он станет наконец-то станет действительно его народом и станет Божьим народом. Таким образом через свое слово Бог предсказал заранее и сказал и нарисовал все настолько все это давно было, что если бы у нас были бы духовные глаза, мы бы это бы поняли данную картину и остерегали бы себя, чтобы не пришли к такому беззаконному состоянию, в котором мы находимся сегодня. Но историю не изменить есть как есть. Еще немного и приходящий конечно не замедлит, но найдет ли он нас не оступившим, найдет ли он нас стоявшим на ноги и найдет ли он нас одетыми, это уже видно будет. Но от нас многое зависит. Будьте благословенны, спасибо, если остаетесь рядом с нами и увидимся по Божьей милости, если он позволит через 7 дней. Спасибо. Спасибо.